Чтобы люди хоть немного почувствовали, что город стал лучше и безопаснее, так обозначил Владимир Васильев координационное совещание, посвященное обеспечению правопорядка в республике. Электро- и газоснабжение, безопасность в праздничные дни, а также изъятие у граждан незаконного оружия. Эти и другие вопросы были обсуждены на встрече с главами министерств и ведомств руководителем региона. Все подробности у Патимат Ханаповой. Отключение электричества в дни непогоды с этой злободневной для жителей столицы темы начал с совещанием Владимир Васильев. Глава республики раскритиковал ответственные ведомства и напомнил, что обесточивание разрешено на несколько часов, но никак не на сутки. И похвалил Васильеву и газоснабжающие организации. Проверки показали, что население регулярно оплачивает коммунальные услуги, при этом их оплату переводят на фиктивные лицевые счета, а им дополнительно начисляют необоснованно высокие долги. По данному факту прокуратура уже проводит проверки. В результате межведомственного взаимодействия в сфере ДЭК установлено системное злоупотребление руководством ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала», которые с целью сокрытия потерь и хищений газа организовали начисление на лицевые счета граждан несуществующих долгов. Следователям МВД по республике в начале ноября возбуждено 5 уголовных дел в отношении руководителей ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Как установлено, в абонентских базах ЗАО «Дагестан-Регионгаз» находились десятки тысяч лицевых счетов, открытых на несуществующие адреса. Вымышленные лица из отвоения счетов. Вот мне рассказывали конкретно, в день платежей люди подходят и спрашивают, а почему мне 10 тысяч рублей лишних начислили за газ? И, ну, знаете, объясняют, да ничего, потом снимем. Потом человек ходит, не снимает, но будет судиться, наверное, с ним. Я прошу всех глав по всем обращениям передавать информацию, во-первых, самим разбираться и, соответственно, передавать в руководительный уровень. Если мы сейчас вот той проверкой, которая проводится и работаем, выйдем на то, что на ваших поселениях системно это делали, встанет вопрос, где вы были, где были вы, когда ваши жители обирали. Обеспечение безопасности период новогодних праздников также стало основной темой для обсуждения. Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов и замминистра внутренних дел Дмитрий Гутыря отметили, что работы по усилению безопасности в городе уже проводятся. Для усиления охраны общественного порядка в указанный период населенных путов предусмотрено привлечение к патрулированию на улицах и других общественных местах военнослужащих Росгвардии по месту их дислокации. В городах и районах республики организованы круглосуточные дежурства. Для обеспечения безопасности в городе проводятся мероприятия по изъятию незаконно храняющегося оружия. На 30 ноября дагестанцы уже сдали больше 120 единиц огнестрельного оружия. Сдается оно не безвозмездно. Добровольцы будут поощряться материально. Ежегодно в регионе на выкуп у граждан оружия выделяется 3 миллиона рублей. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.